Умеренное, но снижение годовой инфляции к 19 августа замедлилось до 9,4%. С 13 по 19 августа рост цен составил 0,04%. Это чуть ниже показателя недельной давности. Серьезных улучшений пока нет. Тем временем российский рынок акции приостнил падение. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи незначительно снизился на 0,01%. Напомню, что до этого порядка пяти дней мы наблюдали снижение. В лидерах роста были бумаги Татнефти и Лукойла. Лукойла возможно дорожает на ожиданиях дивидендов за 9 месяцев. Накануне ничные котировки опускались при этом ниже отметки 76 долларов за баррель бренда. И рубль продолжает плавное снижение курса доллара. На сегодня 91,68 евро почти 102 рубля. К юаню нацвалюта укрепилась на спотовых торгах. Курс составил 12,09 рубля. Поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период. Всех приветствую! Это «Рынки утром». Меня зовут Константин Бочкарев. Прямо сейчас будем обсуждать ключевые события сегодняшнего дня для инъестора. Сделаем это вместе с вами. Пишите комментарии, присылайте вопросы. Мы рады вас слышать и читать. Я вам сразу представляю Богдану Прихода, мою коллегу. Богдана, доброе утро! Доброе утро! Итак, обзор прессы. Что самое важное? Цены на сталь в мире снижаются. Диапазон от 16 до 40% влияет на этот кризис в строительном секторе Китая, так как страна обеспечивает половину мирового потребления. Это данные БКС, их публикует коммерсант. По мнению аналитиков, сильнее других может пострадать от снижения мировых цен НЛМК Владимира Лисина. Например, если посмотреть другие компании, то Северсталь и ММК ориентированы все-таки больше на внутренний рынок. И он с начала года остается стабильным. Цены на сталь в России выросли где-то на 5-20%, а спрос в первом полугодии увеличился почти на 6%. К слову, акции НЛМК на Мосбирже на закрытии снижались где-то на 2,5%, а Северсталь на 1,5%. ММК 0,6%. Кстати, если посмотреть на индекс Мосбиржи металлодобыча, то с начала года он потерял порядка 14%. Вообще сырьевой сектор не очень себя чувствует, но здесь, наверное, и то, что ты перечислил, это динамик, который есть ценами на сталь, уголь. Если взять нефтяников, то индекс Мосбиржи здесь с начала года минус 16%. Тот же рубль, сделка ОПЕК, ограничение добычи нефти. Поэтому сырьевой сектор мы видим, он, скажем так, среди отстающих пока. И сегодня, кстати, ждем отчетность компании Мечил, но по РСБ уже дочки Мечил отчитались, там было довольно-таки все слабо. И последние дни тоже Мечил продавали, вчера, по-моему, чуть ли не 3-4% бумага теряла. Да, и что касается прогнозов, то аналитики считают, что все-таки девальвация рубля может как-то смягчить эффекты для российских металл. Вопрос, почему она должна произойти, если цены на нефть относительно стабильны, если есть ограничения на импорт. Вот эта история, что да, когда-то рубль ослабнет, но... Да, когда неизвестно. Но пока цены акций, конечно, металлургов на Музбирже остаются под давлением. Подключайтесь, доброе утро, ждем ваши вопросы, интересные, конечно же, обсудим в прямом эфире. Дальше. Недельный перерыв размещения ОФЗ с переменным купоном не помог Минфину оживить интерес к таким бумагам. На последнем аукционе министерство привлекло лишь 34 миллиарда рублей. И это на 4% ниже, если сравнивать с последним размещением таких бумаг двумя неделями ранее. Но у банков нет избыточной ликвидности, чтобы поддержать интерес к бумаге, так считают аналитики. И вместе со ставками на рынке растет интерес к ОФЗ с постоянным купоном. Но для исполнения, опять же, того же плана таких бумаг недостаточно. Вот как ты считаешь, Кость, действительно ли это... Ну, здесь, наверное, все вместе, надо смотреть. Индекс RGBI, мы видим, что день подряд снижается, он, ну, может быть, в шаге от минимум года. И здесь, конечно, такой домоглов меч, это сентябрьское и октябрьское состояние Банка России. Инфляция, о которой мы сейчас будем говорить, опасение, наверное, на повышение ставок, это может такой еще один удар нанести по российским акциям и облигациям. Данные по инфляции сейчас обходили. Годовая инфляция немного замедлилась до отметки 9,04%. Незначительно недельная инфляция также замедлилась на 0,04%. И с начала года, если посмотреть, рост цен составил чуть больше 5%. В сегменте продовольственных товаров цены за неделю не изменились, а вот непродовольственных, если мы посмотрим, рост цен составил 0,14%. Продолжили расти у нас цены на бензин и на дизельное топливо. К слову, в сегменте туристических, например, и бытовых услуг даже зафиксировали дефляцию на 0,07%. И за прошлую неделю, если посмотреть цены авиабилеты на внутренние рейсы, снизились почти на 1,5%. Ну и такое немножко тоже обсудим. Это кредиты. Власти обсудят новые ограничения кредитов за 5 минут. Об этом сообщает РБК. Дискуссию уже готовят Минэкономики, Минэффины, Центробанки, ЦБ. И эксперты предлагают, что все-таки есть какие варианты. Это предложить варианты искусственного увеличения сроков оформления таких кредитов. Ну или, например, различные способы ужесточения выдачи к привязке к показателю долговой нагрузки конкретного заемщика. Ну, возможно, кому-то показалось, что макроэкономика – это скучно, но это не так. Потому что если на поиске еще одно повышение ключевой ставки в России до 19-20%, то, может быть, 2500 пунктов по индексу Мосбиржи нам будет даже ближе, чем 3000 пунктов. Давайте разбираться с макроэкономикой, с главным экономистом группы ВТБ. С нами Родион Латыпов. Родион, доброе утро. Мы рады вас видеть, слышать. Вот недельные данные по инфляции вроде бы 0,04%, на прошлой неделе 0,05%. Ничего страшного нет. Но дьявол, как я понимаю, кроется в деталях. Вот для этого времени года это высокая низкая инфляция. Или вообще не надо на недельные данные смотреть? Я бы все-таки дисконтировал информацию, которую мы получаем из недельных данных, потому что последние полгода месячные оценки существенно расходятся с недельными, потому что в месячных данных гораздо больше услуг нерегулировано, а услуги сейчас растут сильнее всего. Услуги стабильно растут двузначными темпами, и по итогам года мы ждем, что инфляция в них составит порядка 11%, при том, что весь индекс вырастет на 7,5-8%. И важно, я бы думал, скорее в термине кварталов и месяцев, оставшихся до конца года, напомню, что в предыдущие три месяца текущие темпы инфляции с поправками сезона были двузначными, и чтобы прогноз ЦБ сбылся, инфляция в 6,5-7 на конец года, нам нужно, чтобы двузначные темпы превратились в околоцелевые. То есть они должны снизиться примерно в два раза. И недельные данные нам лишь подсказывают, что пока этого не происходит. Пока, если мы очистим от сезонности недельные принты, то там будет порядка 6-7% в пересчете на год, хотя с прогнозом ЦБ совместимы темпы порядка 4-5. И месячные данные рискуют быть еще больше, потому что в них будет больше услуг. А это значит, что обновленный недавно прогноз ЦБ уже рискует не сбываться. Родион, если так резюмировать, статистика за август, которая выйдет в конце первой декады и сентября по инфляции, она может преподнести такой неприятный сюрприз, кто слишком зацикливается на недельных данных? До этого прецеденты были таковыми, что те, кто торговал понедельным данным, особенно в июле, я думаю, сильно об этом являют. Хорошо. Инфляционные ожидания. Здесь мы видим тренд на то, что инфляционные ожидания возросли, судя по той статистике, которая вышла на этой неделе, собрать опросы населения. Это опережающий индикатор получается? Я бы не считал инфляционные ожидания населения опережающим индикатором. Это скорее запаздывающий индикатор, и он реагирует на уже случившийся рост цен, а не наоборот. Но он важен в смысле реакции ЦБ на эти данные. И если мы посмотрим на те периоды, когда инфляция была устойчива у 4%, это было в 2018-2019, в начале 2020 года, мы видим, что инфляционные ожидания населения были близки к 8% на год вперед. Сейчас это число близко к 13%, и в этом смысле ЦБ интерпретирует эти данные как несовместимые с устойчивым достижением цели по инфляции. Их устойчивый рост 4 месяца подряд. Это плохой сигнал с точки зрения ближайших решений по ключевой ставке. С другой стороны, есть еще инфляционное ожидание предприятий, и мы считаем хорошим опережающим индикатором, особенно инфляционное ожидание предприятий розничной торговли, которые коррелируют с индексом потребительских цен. И там тоже все растет. И по последним данным предприятия розничной торговли ждут, что они в 3 месяца пускные цены проиндексируют почти на 12% в годовом выражении. И это максимальное значение с конца прошлого года. Поэтому с точки зрения, резюмируя, скажу, что динамик инфляционных ожиданий, с точки зрения ЦБ, не согласуются с устойчивым достижением цели этой инфляции среднесрочной. 13 сентября следующее заседание Банка России, потом в фокусе будет 25 октября заседание. Пару слов про ситуацию в банском секторе. Родион, возможно, прокомментирует что-либо. Мы ждем публикации за июль отчета от регулятора, что происходит с кредитованием, что происходит в секторе в целом. По-моему, обычно по вторникам буквально выходит этот отчет. Пока его нет. И, собственно, Сбер отчитался за июль. То есть некоторые данные есть. Вот насколько вообще это значима для вас статистика? Какие сценарии с точки зрения динамики кредитования опять же могут быть показательны и тоже располагать к повышению ставки? Кредитование – это основной канал создания денег массы в современной экономике. И как раз темпы кредитования – это индикатор совокупного спроса в экономике. Это часть возникающего номинального спроса в экономике. И ЦБ нам в своем собственном прогнозе говорит о том, какими он видит эти темпы роста кредитования. Есть строчка, которая называется «Рост требований банковской системы к экономике», большая часть из которых является кредитованием. И там мы видим, что эти требования должны вырасти на 10-15%. Если мы посмотрим на кредитный портфель банковского сектора, то мы можем понять, что суммарный кредитный портфель должен прирастать не больше, чем на 1,5 триллиона в месяц. И это предельное число. Соответственно, если мы увидим, что портфель растет быстрее, то, опять-таки, повторюсь, граница – это 1,5 триллиона рост портфеля на 1,5 триллиона в месяц. Последнее число было близко к 2. И по оперативным данным ЦБ, который он комментировал в докладе о денежных кредитных условиях, он написал, что требования банковской системы к экономике ускорились, а это значит, что в июле, скорее всего, темпы кредитования были выше тех уровней, которые, опять-таки, совместимы с прогнозом Центрального банка. Поэтому ждем этих чисел. Давайте резюмировать такой момент истины. Родион, мы с вами общались 26 июля, как раз во время заседания Банка России. У вас тогда была ястребиная позиция и до, и после. Вот с 26 июля практически уже месяц прошел. Вот если все вместе объединить, ваша позиция еще стала более жесткой? То есть что получается? Мы ждем, что в сентябре-октябре ставка до 19-20%, может быть, повыше, но возросла вероятность такого развития событий. Да, если коротко резюмирую, прям по пункту. Функциональные ждания выросли, инфляция идет выше прогноза ЦБ, темпы кредитования наверняка тоже выше. И в этом смысле, если мы ориентируемся на собственные прогнозы Центрального банка по ключевой ставке, я не могу себе объяснить сохранение ключевой ставки на прежнем уровне до конца года. Поэтому я склонен ожидать дальнейшего роста ключевой ставки. Вот как развители, Родион наш, интересует, ждете ли ставку 25%? Пока нет. Все-таки текущие темпы инфляции... Все-таки совсем недавно динамикулитная политика была отфилибрована таким образом, что в ней прорисовывался пик ключевой ставки в 20%. Пока не произошло ничего, чтобы следовало ее калибровать сразу на 5% выше. Так, если хорошо, тогда будем держаться пока за сценарий 19-20%. Но вот то, что мы обсудили, это с поправкой на осенний бюджет, или он все-таки может внести свои коррективы? Что мы задумываемся о том, что либо мы за 20 ставку в следующий год жить, либо она может быть там 21%. Я бы думал, что правильно, правильной реакцией на осенний бюджет будет изменение среднесрочной траектории ключевой ставки. То есть, скорее всего, при прочих равных более мягкий бюджет означает более высокие уровни прогнозной траектории ключевой ставки на 2025-2027 годы. То есть, из нового бюджета не обязательно будет следовать повышение ключевой ставки прямо сейчас, но траекторию, скорее всего, придется прогнозную Центральную банку поднять, если бюджет будет мягче. А мы ждем, что он будет мягче. Родион, скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения настроения и сентимента, как вы считаете, ваши коллеги, другие макроэкономисты, насколько они осознают, что действительно ставка может быть и 20%, или что в ближайший год мы будем с ней жить, или что в 2025-2027 годах будет более высокий уровень ставки? Насколько это вообще в цене? Не знаю, в акциях, в облигациях, или не получится ли так, что нас ждет реализация негласного биржевого правила, не знаю, продавая акции, облигации в преддверии сентябрьского или октябрьского создания Банка России? Волатильность будет? Рекомендации по торговым инструментам, к сожалению, давать не могу, как экономист, но я бы сказал, что, на мой личный взгляд, доходность ОФЗ в ожидании 19-20 ключевой ставки наверное, должны быть чуть выше. Это раз. Плюс важно вспомнить, про что сейчас никто не думает, никто не говорил, что у нас вспоминяется план по заимствованию ОФЗ. Потому что, напомню, по бюджетному правилу объем заимствования диктуется в основном стоимость обслуживания госдолга. И предыдущий бюджет формировался в ожидании ключевой ставки примерно 7-8% в 2025 году. То есть, если посмотреть на траекторию ключевой ставки, которую давал НЦБ ровно год назад, то в 2025 году это 7-8%. Сейчас новая траектория ключевой ставки подразумевает 14-16% в следующем году. То есть, в два раза выше. И вот на это изменение прогнозной траектории ключевой ставки нужно править объем обслуживания госдолга хотя бы в части флоутеров. То есть, только в части флоутеров объем обслуживания растет на 600 миллиардов рублей. И, соответственно, объем заимствования. Мы попробовали прикинуть, насколько вырастет объем заимствования вообще в целом. Это число может составить примерно 900 миллиардов рублей. И, соответственно, на этот объем скорректируется размер плановых заимствований на 2025 год. Что я думаю, о чем рынок пока я думаю, еще не думаю. Поэтому, в совокупности того, что нас ждет возможное повышение ключевой ставки и план по заимствованию на 2025 год может вырасти вплоть до триллиона рублей, я думаю, это должно каким-то образом скорректировать текущие доконности. Вот это очень интересная идея была по рынку ОФЗ, тем более, что гособлигации, российские акции довольно-таки тесно коррелируют. Не могу пройти мимо не то, что валютного рынка, а ситуации с импортом. Ну, вообще, если взять валютный рынок, отдельные брокеры уже пишут, что налоговый период на следующей неделе, 28 числа пик налоговых выплат, это будет поддерживать теоретически рубль, наверное. Другие брокеры отмечают, что, напротив, импорт может восстанавливаться после того, как он просел, это будет дополнительный спрос на валюту. А что видите вы с импортом? Как-то улучшилась ситуация или он под давлением на фоне тех или иных ограничений? Потому что импорт, это у нас и такая плакмусная бумажка на рубль и на инфляцию. Знаете, если мы, нам, вот, руководство всегда говорит, что если мы будем каким-то образом комментировать импорт и то, каким образом мы расшиваем проблемы, которые возникли, то у нас сразу возникнут новые санкции и снова возникнут новые препятствия. Но я уверен, что у нас и правительство, и банки делают все для того, чтобы эту проблему расшить, начиная с таких мер, как смягчение указа о репатриации продажи валютной выручки с тем, чтобы можно было проще импортировать из внешнего периметра. Также это возможность использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах и возможность открывать филиалы иностранных банков. И как опция, если рубль там будет совсем крепкий, то можно отменить или приостановить нерегулярные продажи валюты вне бюджетного правила. Напомнить себе, в этом году суммарно продаст около 2,5 триллиона рублей валюты и всегда это можно приостановить. Я думаю, что я в целом солидарен с тем, что рубль может вернуться туда, где мы его привыкли видеть с начала года. Ну и еще такая ремарка небольшая, что часто текущую ситуацию сравнивают с 22-м годом. Говорят, что вспомните, 22-й год, когда-нибудь был слабый и тогда курс был 60. Но напомню, тогда Центральный банк не покупал валюту в рамках бюджетного правила в огромных размерах. Он не купил 5 триллионов рублей валюты в эквиваленте. Если бы купил, то тот курс, с которым мы сейчас сравнивали, тот курс, который мы видели бы в течение 22-го года, уже изначально был бы слабее. И мы бы никаких 60 сейчас не ждали, если есть те, кто его ждет. Спасибо вам. Это был Родион Латыпов, главный экономист группы ВТБ. Мы обсудили ситуацию с макроэкономикой. Получается, что ставка держим в поле зрения 19-20. Давление, может быть, на ОФЗ, риски, по крайней мере, есть. Так, что у нас обстоит, как обстоит ситуация на дружественных рынках? Вчера выходили, кстати, протоколы ФРС. Там, по-моему, многие управляющие склоняются, что если дальше статистика будет неплохой, то в сентябре ставку снизят. Вероятность этого, по-моему, уже чуть ли не 100%. Поэтому у Джерома Паула в пятницу можно и не ждать. Закончим пораньше. Все равно мы все-таки ждем. В сегодняшнем деле об этом говорим. Будем за ним следить. Что касается Азии, Хэнсенг прибавил полпроцента, закрылся накануне он в минусе. Китайские акции подешевели на фоне просадки бумаг GD.com. Вчера они потеряли до 11%. Сейчас бумаги немного в плюсе, там почти на 2%. Шанхай Композит в красной зоне. Здесь небольшое падение. И что интересно, здесь аналитики ждут очередной возможный рекорд, так как фондовые рынки Китая ожидают третий год подряд рекордных случаев делистинга из-за резкого роста числа IPO за последние десятилетия. Ну, плюс введение более жестких правил для отсеивания слабых участников. Если посмотреть статистику, в общей сложности 40 фирм уже ушли из биржи Китая. В этом году еще 9 заявили, что такая вероятность есть. И это может побить предыдущие максимумы 23-го года, тогда было 45 фирм. Хотя инвесторы в целом поддерживают исключение из листинга вот таких слабых компаний, которые не соответствуют минимальным требованиям, агрессивная такая политика может подорвать, возможно, доверие. Здесь интересно, что банковский сектор стал резко популярным у инвесторов. Акции Agricultural Bank of China и ICBC превзошли даже базовый индекс Шанхая в этом году. Но доходность облигаций упала почти до рекордного низкого уровня. И так, индийская нефть растет немножко на 0,2%. Индекс деловой активности вырос на 1%. Без 100 минус 0,8%. Вообще, турецкая лира продолжает ставить антирекорды. Против доллара уже почти достигла отметки 34%. Южная Африка в плюсе небольшом. Здесь потребная инфляция вчера показала самый низкий результат за последние три года и составила 4,6% годовых. Спасибо, Богдан. Я все записал. Далее новости спорта. А мы продолжим совсем скоро. Обсудим открытие торгов на российском фонду рынка и значимых событий дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин